В Кировске многодетная мать рискует оказаться на улице вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Кредитная организация, которая дала ей деньги на покупку жилья под материнский капитал, теперь требует через суд выплатить огромные проценты, сопоставимые со стоимостью квартиры. Дмитрий Сергеев подробнее. Это судебное заседание могло стать последним, а его решение практически бесповоротным. И двухкомнатная квартира 26-летней Алены Лобановой и ее детей по требованию истца кредитного потребительского кооператива ушла бы в счет погашения долга по набежавшим процентам. Но Кировчанка очень вовремя обратилась на народное телевидение, корреспонденты которого буквально за руку отвели ее к юристам. Мы изучили определенные документы, пока мы не хотим раскрывать нашу дальнейшую тактику. Но есть определенные сомнения именно в добросовестности данного истца. Поэтому здесь у нас сейчас вопрос стоит добросовестного действия при выдаче этого кредита. Или намеренно они это делали. Предыстория этого дела такова. Летом 2015 года Алена Лобанова решила купить двухкомнатную квартиру. Часть денег у нее была, остальную перекрыть материнским капиталом. Зачем-то обратилась в кооператив «Апатит и кредит». Получила деньги, купила квартиру, но пенсионный фонд полтора года не переводил ее материнский капитал кредиторам. По разным причинам. Ну я не знала. Ну смотрите, раз пришел отказ, что делать? Не знала. Какое-то время проходит, я второй раз пытаюсь. И так было три раза, на четвертый только одобрили. Деньги фонд перечислил только в декабре 2016-го. И за эти полтора года накопились проценты сотни тысяч рублей. И долг с каждым днем растет до сих пор. Пенсионный фонд не мог договориться с Илмой, за счет чего у меня накопился долг. И сейчас Илма хочет забрать у меня квартиру и повесить на меня тот долг, который я не должна платить. Почему я должна платить, если они не могли между собой договориться? Впрочем, у адвокатов другие вопросы. С какой целью кооператив дал деньги человеку, который не имеет дохода? Мы должны, конечно же, текущее финансовое состояние, лица, которым выдают займ, проверять. Безусловно, тут мы и рассматриваем этот вопрос как недобросовестное их поведение, поскольку здесь, к сожалению, в нашей ситуации человек, который, ну, так или иначе, можно принести к категории листам слабозащищенных, да, слоев населения нет. Мы будем следить за развитием этого дела. А совет от юристов всем, кто берет деньги в долг не в банках, консультируйтесь со специалистами. Это дешевле, чем попасть в кабалу или оказаться на улице.